Приветствую вас. Я думаю, что вам следует несколько разграничить то, что вы хотите. Надо смотреть. Если вы хотите поддержки, именно поддержки, то я думаю, что вам нужно обращаться не совсем к психологам, потому что психологи все-таки занимаются психотерапией, мы работаем. И поддержка является неотъемлемым, но не основным составляющим элементом той работы, которую мы проводим. Основная работа – это изменения, основная работа – это развитие, основная работа – это разрешение тех внутренних конфликтов, которые есть у клиента, тех проблем. И, соответственно, повышение уровня жизни, повышение качества жизни, повышение и улучшение психологического здоровья. Нацеленность на поддержку вряд ли может быть связана преимущественно с психологами, потому что, повторюсь, поддержка неотъемлемая, но не основное звено в психологической работе. Это первое. Второе. Вы знаете, вот, с одной стороны, у вас очень много обиды и агрессии накопилось на матче. Я думаю, очень много, и вы, по сути, весь свой текст посвятили именно этому. Мне кажется, что это только вершина айсберга. Мне кажется, что, вообще, гораздо больше у вас обид на маму и гораздо больше агрессии на нее. И, в первую очередь, мне кажется, все это нужно выплеснуть, выговорить, все это нужно достать из вас. Все это нужно прожить заново и уже освободиться от этого, потому что вам это мешает. Я думаю, что вы не живете своей жизнью, вы живете обидами на маму и, как бы, так же, как мама, да, вот мама, там, вас обвиняют в каких-то вещах, а вы обвиняете ее. И основная здесь негативная сторона в том, что вы не живете, вы не живете своей жизнью, вы не смотрите вперед, то есть, как бы, вы не реализуетесь. И я бы сказал, что до тех пор, пока в вашей жизни нет, как бы, важного лично вам и ценного лично вам, пока в вашей жизни нет того, ради чего хочется жить вам, вы будете смотреть назад. То есть, это такая двусторонняя работа, с одной стороны, смотреть в сторону того, чтобы прорабатывать ваши проблемы, идущие из детства, взаимоотношения с мамой, а с другой стороны, чтобы вам было ради чего это все делать. Потому что у меня сложилось ощущение, что вы можете получать некое музыкистическое удовольствие от всей этой ситуации, потому что в вашем тексте нет ни вопроса, ни запроса к психологам. Вы просто сейчас рассказали и все. Вот. Вас даже не смешает, что вам 30 лет, а вы переживаете там из-за того, что она там поругалась или там что-то не поделилась с братом, да? Вот. То есть, в вашей жизни, по-прежнему, очень большое место занимают родные, в частности, мама. Судя по тому, как вы о ней много говорите, несмотря на весь негатив к ней, вы все-таки вероятно испытываете перед ней чувство вин, да? Которое, ну, неизбежно возникает в вашем случае, в вашей ситуации. Вот. То есть, вы как будто бы не подрослили, вы как будто бы вся та еще маленькая девочка, которая ходит в школу и которая вот борется со своей мамой, так и вы боретесь. Что касается того, что психологу утверждают там некоторые теории, и что теперь вам тыкают в обществе и говорят о нашей матери, типа того. Мне очень жаль, что подобные коллеги вам встречались, у меня такая точка зрения имеет место быть, но как это относится к тому, что вы говорите, мне не совсем понятно. Здесь у меня возникло такое ощущение, что вы пытаетесь найти союзников, союзников в себе в контексте того, чтобы мы поддержали вас в том, что ваша мама, она не несчастная и что ей ничего не должно быть. С одной стороны, да, ей ничего не должно быть. И позиция «я же мать» является деструктивной. Но с другой стороны, все эти паттерны поведения повозникли не просто так. И если нет каких-то явных проблем у вашей мамы, то это не значит, что таких проблем нет вовсе. И ваше большое заблуждение в том, что вы ожидаете, что знаете все про нее. Здесь нужно заметить одну важную деталь, что иногда обиды становятся собственностью человека. Если вы, например, допустите, что ваша мама действительно человек несчастный и что все, что она делает, это делает не специально. То вам придется признать, что вы не жертва. А мне кажется, это то, что вы ощущаете глобально, что вы жертва. И эта позиция жертвы, она вас успокаивает. Да, она вам не нравится, да, вы чувствуете себя несчастной, да, вам больно, вам плохо, но это позиция жертвы. А если представить вас, если представить, что вы не жертва, что тогда? А тогда придется что-то делать. Тогда придется как-то жить своей жизнью, не борясь с мамой, а просто жить своей жизнью. А своей жизнью жить вы не умеете. И мне кажется, что вы не видите в этом даже проблемы сейчас. Может быть, где-то есть это такое предположение. Но оно далеко. На первом месте идет мама, конфликты с ней обиды с ней и так далее. По сути, та энергия, которую вы тратите на... Даже на написание этого текста, когда вы говорите очень много про маму и довольно мало про себя. По сути, это продолжение ее психологического эмпиритма. Как мы говорим, что она втягивает вас в скандал. Вот. Вам плохо, а она улыбается и заряжается энергией. Это психопатическая модель поведения. Важно то, чтобы вы научились в таких ситуациях реагировать максимально адекватно, скажем так. Да? Другой вопрос. Хотите ли вы этому научиться? Вот какой. Вопрос, ну, меня интересует. На мой взгляд, не так уж, чтобы фильм. По мне это повторить, у вас отсутствует вопрос. У вас отсутствует запрос. В целом то, как я вижу вашу ситуацию. Здесь сначала нужно вытащить и прожить всю агрессию и обиду, которая здесь сломана. А дальше, когда облегчает вам уже смотреть, что можно сделать лично для вас. Вот. И... Как можно... Какие проблемы можно решить у вас. Вот. А... Вот. Значит... Такая вот история. Такой будет мой ответ. Надеюсь, что он помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. И, напоследок, изучите, пожалуйста, треугольник Карпмана. Я думаю, вам это будет полезно.